Как я вот это должен выставить потом? Ну вы пиздец парни! Я хуею на вас! Снова ждем Стаса Сейчас должен он оттуда подъехать Ничего Причем вчера по пути назад ехали Ну? Решил позвонить Ну че Серега прокомментируй что-нибудь Я не знаю как комментируй Только комментируй громче пожалуйста Я не знаю как комментируй Да все что в голову приходит Помнишь как ты был помладше ты говорил вообще безумку? Да Вот примерно так же И все закончилось это время Ну тогда на Тогда надо значит говорить как я как вчера когда я был не спавший я говорил говорил и говорил У тебя есть что сказать? Походу у Сашки тоже нечего сказать Кто там стреляет? Стреляли Стреляли Ну че все? Наверное Надеюсь Надеюсь Нас дождь не застанет там Вы слушаете Эхо Веретьево на канале Our Life и ХЗБ Шоу Ну да мы в детстве не доиграли Ну да мы в детстве не доиграли Наверстываем упущено Сейчас все по гаражам будем Да 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 Начинается трэш Дождь Не я не спорю когда совсем мокро Мы вот С Диманом пошли только вообще А мы шли как поможем Ну вот сейчас Блин тоже Я не сначала Успел записать твою речь Я говорю сейчас Тоже есть своя прелесть в этой в такой погоде Когда еще не совсем тепло И уже не так мокро Но мокро Многие не хотят идти в такое время в лес Потому что им мокро, сыро, говно, дерьмо А вон какая красота Если присмотреться Еще мок только появляется Вот этот мокренький Он дает красивый оттенок Такой И везде вот эта зелень такая И салатовый цвет такой красивый еще Оно вот только-только начинает Расцветать Даже в предрасцветении можно сказать Все Не ну если так разобраться Здесь действительно В любое время года Красота След оленя с тремя пальцами Может тогда Копыта на копыта Но что то же бишь Только сегодня В нашем видео Олени мутанты Шерсть Шерсть А может не шерсть А нет Что то мягкое Это знаешь чего ты держишь Что Ну-ка подожди Это не шерсть наверное Хотя нет похоже Кулачок Да И причем от оленяки Все оленяки Да-да-да Вот эти видишь коричневые Это вот Да вон оленяка зацепился Или лось Нет оленяка Это уже оленяка Ну смотри шерсть коричневая На концах А ну да Ну а лось и они что же коричневые Я думаю что это олень Ну ладно Так Серега зачихнул Сойдемся на том что это олень Собирал он Подходил вот так Царь собирал Подходил вот так Там были скомканы Скотчем эти Палки Что в себе там видно Может быть Вот Ну не буду рассказывать Как мы видели как он встал Когда мы шли по следам царя Он такой Шел 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 Свернул Там было это Пописал короче такой И вот этот его шаг такой был такой И мы тогда пришли И мы его не застали Мы решили не будить Ну он походу спал Ну пришли погуляли там Полчаса полетали Поснимали ушли Ну он тогда Сашке Может быть мы тогда хорошо Рассказывал Да и что потом Это когда было то Ты зимой как то ходил да Он там Три дня то лежал После угара то Он когда у этой Денег на благое дело одолжил Который обещал вернуть У него болото? Нет И короче С ее слов она отдала эти бабки И эти бабки ушли Реально на благое дело Как она сказала На суздальских проституток Тормушка справа Тормушка слева Да Тормушка справа Скидки справа Скидки слева Скидки справа Скидки слева Скидка справа Это как это где то Была раньше реклама Новогодние скидки И там такой Дед Мороз Кого то с крыше скидывает Ну что лепиться комочек Бросай комочек А я думаю Чо вы тут снимаете? Я вижу вижу олени смотри да первый раз олени нет там можно сказать ну да один сарган он у меня их плохо видно как они сказали слушание окрас иди сюда посмотри как бэнби типа ловишь 50 а кому тут нет тут только если с коврова приедут к своим такой это врага маленький чего-то мухи кусают увидел и дальше вот он рогами землю ковырял сейчас может он потеряет свой урок уж не рога чешца слушая может быть такое что они рога чешского пизды дать и сейчас он придание но зато сразимся с боевым оленям не очень так вот да ладно счет он кста они кстати значит делают если они не бодаются они встают на задние лапами копытами бьют вперед ну ты мне потом скинешь да 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 все скину тут прям весь как прям все это близко-близко он дерево обгладывает вот это вот видно тебе нет блин теряем да у меня плохо но видно стой пока не ходи настя становись они медленно уходят то есть принципе они просто слышу не ботинки скрипят настя ботинки скрипят выкинь девчонки тогда тихо тихо медленно к ним подходи фото охота на линии 2 один снимался тоже интересно ради интереса не оно было бы неплохо гуляли гуляли ты просто пришли и нашли ну да гигар на берег раздавить да это точно но все ты хочешь их в окружении взять опа все они они сейчас туда к реке побегут мы там еще и встретим я пока их вижу это видео из разряда а навес а землянка как уж это же с нами где-то я все имя забываю Настя да Настя у нас отправилась искать ну ты же давай блин как я вот это должен выставить потом Саш будешь шоколадку ну давай чё давай мне шоколадку Сашке дай шоколадку что тут сказать все здесь приходит в упадок дверь вон всю подрали не знаю чё тут хотели демоны наверно иконы исчезли икон больше здесь нет кто-то открыл окна скоро эта постройка я думаю рухнет совсем потому что чинить ее больше некому никому этого не надо ну что еще на этом месте стало больше нечего мне вот здесь нравился колокол когда висит ты-ты-ты но кто-то его спер когда тут ходи чё тут написано слава Руси слава Роду заметь написано таким же шрифтом как там было написано когда на Иванушку идешь. Значит, это, наверное, одни и те же люди писали. Все скорее. Это из разряда, как мы тогда видос снимали, да? Я говорю, я эту хуйню уже заебался серьезным лицом говорить. Мне иногда с мамой смешно. Ладно, вырубай. Это царская баня. Они ее перенесли. Она же вот здесь стояла. Куда? А я там был, там ничего нету. А, ну да. Слушай, надо, у тебя маркер есть? Надо поставить галочку. Будем на двери ставить галочки. Нет, потом. Здесь были мы. И галочку. И вот каждый раз будем приходить, ставить галочку. Потом поржем. Ну, это уже начиная вот с этого раза, считай, будет, да? Ну да. Не, но мы можем это поставить задним числом несколько. Серега ходит и считает оленей рога. Нам сегодня попали здесь. Но мы подразумеваем, что это семейная пара. И они нашли рога. Ну, чё ты загрустил? Спишь? Нет. А то у тебя такой вид, ты такой замученный. Пойдем. Да ладно, дай поугарать-то. Ну, чё ты. Не, ну реально, может, мы сейчас тоже найдем оленей рога. Мы на это надеемся. Это было бы очень здорово. Да. Я тебе говорю, сразу. Сразу пишем объявление в интернет. Да. А нам лишние деньги не помещали. В данной ситуации, да. Спасибо, как говорится, одному известному человеку. Да. Что мы с ним жили, не тужили. И вот в один прекрасный зимний день мы немножечко попали в интересную ситуацию. Да. Это будет, ну, не прям, как второй день, когда мы сюда попали. Сначала было вообще солнышко и ничего. Так же, как и сегодня, не предвещало вообще, что будет дождь. А сегодня полдня, блин, здесь идет дождь. Вообще, по гороскопу, по сегодня не было дождя. В общем, я тут только что отвешивал шутку про изумрудный город, что нас в домики не унесло бы в изумрудный город. И вон там сильный ветер. Похоже, домик унесло без нас. Что? Не знаю. Ну, а ты, наверное. Вот смотрите, реку расчистили, да? Весь мусор лежит вон там. Мне кажется, я уже заработал хоть какой-то донат за освещение ситуации на этой территории и в помощи с теми проблемами, которые не говорят на вес. Я никогда вроде как не клянчил донаты, но это как раз тот случай, когда я считаю, что можно перевести мне на мой расчетный счет. Точнее, на это, на Юмане кошелек, который находится в описании. Раз уж я тут хожу, как инспектор, Ну, даже добавить больше нечего. Да-да-да! Надо было это, Серега, что-то, да, беленький какой-нибудь кораблик пускать. Его бы видно было. Я что вообще думаю? Уже все, значит. Окончательно вся вода прошла. Практически, что тут этого, который был вот здесь за ворот, нету. Ничего нету. Все, здесь уже больше, как я предлагал, купаться не получится. Не, вот ваш палка, что вы гоните? Вы даже не дождались! Вот, вот так вот. Вот так и начинаются сплетни. А, ничего не работает, смотрите, ничего не плывет. А вот. И кораблик? Да, ни кораблика, ни палки. Вот оно. И кора, и палка вылез. А буквально только что кора не хотела вылазить. Ну, ты что там? Упал, что ли? Нет, я ее тут не сопровалил. Ну, там аккуратнее. Там можно по пояс ушуршать. А олененка так никто и не убрал. Ну, да. Его уже, походу, совсем доели. Значит, кто-то все-таки голодает, здесь ходит. Думаешь? Все, совсем одни кости остались. Жалко зверюшку. Там один олененок здесь. Жесть, конечно. Вот, смотри, Стас. Вот это шерсть. Видишь, она белая, а по краям это. Из-за чего я вам тогда искал, это оленя шерсть была. Вот от него. Что ты думаешь, мог его хищник раскрепать? Ну, Сашка говорит о ней, когда на лыжах катались, видели это. Как его? Как она называется? Рысь. Следы. А волк тут может быть? Ну, волк вряд ли. Но мы с Серегой видели в Ивановской в коридоре каких-то собак, похожих на волков, издали. Я не думаю, что там были эти собачата. Может, волчат какие были тогда. Настя говорит, что если заповедник, если где есть травоядные, там есть и хищник. Не, но если только подкоп, под забор сделали. А лежал вот прям он целый. Вообще, ну, кто-то же доел. Вон черепушка, видишь, лежат. Можно обряд сделать? Я не видела. Не надо быть видела, чтобы обряды сделать. Не, ну, это, конечно, грустно все. Не, грустно, грустно. Ну, он уже сколько тут лежит? Ну, вот ты снимал, когда на квадрокоптер, он уже здесь лежал. Там черную точку видно. Поэтому, вот прикинь. Вот он сколько здесь лежал. Он уже сколько? Больше месяца, наверное. Вот они бегают, вот их тропки, кстати. Вот куча какашек. А так реально. Мы идем первый раз в эту чащу. Так, я воткнулся в эту ветку. Наверное, я ее обломаю. Первый раз мы действительно здесь идем. И в надежде найти оленя-рога. А уж там как повезет. Как говорится, здравствуй, дикая природа. Это кто голосил? Это же не мы или это от Сашки эхо было? Нет. А, они? А, ну вот теперь я слушаю. Тай мне показалось, что это эхо было. Так, ты что собрался делать? Да я просто повесил на шею, чтобы... А, ну да, чтобы был. Ну, вот мы так планируем в этих дебрях пройти до второго домика. Но вы где? Чисто из спортивного интереса найти эти рога. Нам, женщины с мужчиной, они сказали, что им попались еще какие-то люди. И они прям несли много рогов. Ну, я уж не знаю, где их принимают. Но было бы неплохо. В данный момент нашей жизни лишние деньги нам не помешают. Ну, вон они там. Вон они идут за теми деревьями. Видишь? Но они не потеряются. Нет, я понял. Просто спрашиваю. Это что-то из мира потеряется. Ну да. У нас олени российскую дорогу сделали. Она буквально из говна. Ну да, здесь валежника тьма. Причем он гниет. Уже весь сухой. Что-то у меня шатается на этой местности. Все. Как будто без стабилизации вообще. А точнее, наверное, у меня уже за два дня руки просто устали. Особенно после вчерашних лазений по горам. Вон, Настя-то где. Мы уже их обогнали, получается. Не, реально. Здесь уже такой глухой, можно сказать, лес. Хотя это небольшой промежуток. Вон, тут олени объели всю кору с дерева. Ну, вообще. Вообще. Рогов мы в итоге оленей так и не нашли. А я знаю, почему мы не нашли оленей рога. Потому что мы не там ищем. А вообще, Серега, иди сюда. У меня такое ощущение, что по шее что-то лазит. Чего, рога? Еще оленя? Жесть. Мы нашли еще одного мертвого оленя. Ебать. Слушай, сука, а их не убили? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА